Забыл телефон? Все, привезли наших малявочек к подружке с ночевкой. Пока-пока, давай целую. Ой, хорошие. Пока-пока, до завтра. Детей привезли. Сейчас еще нужно все-таки смотаться в Икею. У нас такая офигенская погода, прохладно. При этом светит солнышко, я прям вообще довольна. Я прям в этом году кайфую. Надо все хорошенечко перемешать. И солнце, и прохлада прям, слава богу, не жаримся. Женя побежал проверить почту. Может быть, сегодня получится забрать, потому что уже очень-очень мало дней осталось. Но нет, он идет из почты. Да, все. Все же так? Напитаться. Все посмотрим, что там есть. Со стивей. Так, сожжи. Здесь жарушовый какой-то. Давай? Да. Это вода обычная. Это лед. Класс, давай. В детстве, она же в нос ударила ее. Угу. Вначале, конечно, нужно поесть, потом уже идти за покупком. Нет, мы на самом деле просто не завтракали дома, поэтому голодная. Это что, это на декоративную больше. Муж как всегда перед телевизором сидит. Женщина как всегда на кухне. А вот, смотри, кстати, газовая, про которую я тебе говорила. Две конфорки. Две с одной, две с другой, и посредине вот эта длинная. Но это маленькая. Но все равно прикольно. Да, поярче бы, да, такое, чтобы уж спал их вздрагивал. Вот там неплохие какие-то оттенки. Там неплохие. Может, белую возьмем, как у нас и была. А вот такая, смотри, как у нас была. Вот она. Ну, приятная она была. Нет. Хотелось бы что-то другого. Ну да, давай другую, посмотри. Вот уже неплохая. Какая, голубая? Ну нет. Ну что, красиво же? Я надеюсь, ты смеешься. Ну, что на самом деле нет? Губинка сгибалась. Ну, нет. Вот, 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 все. Не знаю. Не, ну, нормально. Если не хочешь белый, то это... Она будет довольна, если мы белый возьмем. Ну, я согласна. Ну, если что, не хочется, то же самое. Ну да. Ладно. Пойдем еще, Коля, посмотрим. Ну, это как будто бы должно быть еще. Ну, я, ну, если где-то еще встретим. Ну, вот, смотри. Ну, это как-то красиво. Вот это можешь. Внутри, когда я смотрю. Ну да, и здесь и наволочки, смотри-то, с этими. Ну, давай вот эту посмотрим, где она. Да там красивая. Не, ну, это мне тоже понравилось. А то, как, где она? Не знаю, где-то она лежит. Вот там, вот, может быть, где-то там. Ну, нет, нет, это нет. Вот, смотри, голубенькая. Вот, как красиво. Вот, и что я уже показала. Красиво, вот. Вот, кровать. Ну, такая более детская такая. Ну, там. Все равно хорошо. Вот, полоса. Карамбольчик. Может, она там где-то, вот, а вот. А ты куда? Там уже нет пустели. Там уже мебель. Ну, это прям тушь, наверное, какой-то. Хотя очень приятная на ощупь. Вот это. Ой, не знаю. Еще пах найти, где они тут все лежат. Они-то. А, вот. Вот это. Бирюзовая. Сине-белая еще тут найти. Она-то, кстати, неплохая такая была. Да, тетская? Ну, типа такая подростковая, наверное, комната. Или нет? Нет. Да я тебе не знаю. Кто, постель? Да. Я тебе вообще кровать, комнату показываю. Мне нравится, мне нравится. Как будто я тебя в ней оставляю жить. Какая-то комната Гарри Поттера. И немножко вещей бабушкина остались. Прибита, прибита. Прибита, она там все приклеена. Ну, все приклеено, прибита. Вот это вот. Кепка тоже прибита, да? Нет, кепка нормально. Красиво так, да? Стоит она. Угу. Сделано. Чем не стырели. Что? Я дам на физику. Помнили. Просто листок, я думала, вязаный. Так, ладно, пойдем. Девочки, комната такая. Угол. Нет, ты же можешь комнату сделать. Это же угол, он в магазине. Это же, кстати, тоже неплохая такая. Это правильно о чем-то мечтать. Надо, чтобы мечта оставалась мечтой, да? Это кто? Медведь? Да, мишка. Ой, осьминог прикольный. А, вот маленькая акула. Она маленькую, по-моему, хотела. Да. Мне кажется, у нас уже все были. И панда, и арбузики. Кто там? Ой, арбузики. Свинья, говорю, арбузики. Я покупал же, да? Свинья-то где-то лежит. Я ее на дня где-то видела у кого-то в комнате. Я не знаю, где-то висит. Ой, извините. Роджерси. Винание Годио. Слушай, ну супер. Угу. Коля надо вот такую рассматривать. Где? У тебя фарточка эфира где-то была. Да, дома, в этом. Я не помнила, что она нам нужна. Ты думаешь, я помню? Такую тоже. Эх, она. О, удлинитель. Два. Два удлинителя. Дети наши все с ночевкой. Мы с папой сегодня свободны. Одинешенький. Можно проводить вечер для себя. Заехали в магазин взять что-то вкусное. И поедем домой отдыхать, что-то смотреть. В тишине и спокойствии, представляете? В общем, одни вкуснейшие булочки. Не можем их найти. Деньги? А тут что? Это ребра? Нет, бедра. А, бедрышки. Ну, я поменьше, чтобы они быстрее прожарились на этом. На мангале. Ну, что? Вот эти вот неплохие. Так, ребра. Борщ будем варить? Не знаю даже. Будем, не будем? Там еще можно посмотреть. Там еще есть куски? Ну, да. Да тут его так много, что можно и тут выбирать. Хорошие. Так, у нас уже следующий день. Мы вчера... Я ничего уже вечером не снимала. Естественно, мы отдыхали. Мы смотрели отчаянные домохозяйки. Аж до двух или до трех часов ночи смотрели. Вот. Сейчас Женя поехал. Скоро заберет младших. Лера уже дома. А мы обратно только что ездили в магазин. Так как вчера, ну, просто купили, что нам нужно было на вечер. И не делали никаких закупок. Ну, сейчас такое. Мы по мелочи. Мы заезжали в основном за мясом нам нужно было. Нет, чтобы... Уже пустое. Ну, не знаю. Это Женя. Успел выпить. Так, взяли лосось. Лосось. Я его сейчас замариную. Мне знакомая поделилась новым маринадом. Сказала, очень вкусно. Хочу тоже так попробовать. Бедра куриные. Две пачки. Куриное филе. Тоже одна. Ну, в принципе, вот только за этим мы и ехали. Все остальное это так уже, знаете, нечаянно случилось. Гадость. Слушайте, сейчас в Максе очень хорошая акция. Вот это вот и подкупает, понимаете? Ну, не то, что только это. Ну, конечно, я же летом хочется. А они как специально, понимаете, летом делают очень хорошие акции. На все эти напитки, на все. Все гадкое. В общем, в Максе сейчас очень хорошая акция. Двухлитровый любой. Кока-кола, Доктор Пеппер, Пепси. Все, что хочешь. Доллар сорок. Вообще, просто. Ну, в общем. Чуть-чуть, чуть-чуть. Можно. Ну, у нас уже, мне кажется, это не чуть-чуть. Мне это и не нравится. Ну, все равно же пьем. Так, какие-то печеньки. Вот это Женя сказал. Точно быть очень вкусное. И Oreo. Я уже, кстати, давно на него смотрела. Хотелась попробовать. Взяла, не знаю, вкусное, не вкусное будет. Хотя я особо не любитель вообще всех этих печенек. Всего-то нового. Так. Когда она успела появиться в пакете. И соль. В принципе, все. И один небольшой арбуз. Я сейчас его сразу нарежу. И покушаем. В принципе, все. Такая легенькая, по-быстрому закупка. На улице Дождина. Мы намокли. Какой-то мой. Приехали, приехали все мокрые. Но сегодня целый день будет дождь. Вот он утром как еще пошел или даже ночью. И, в общем, до сегодняшней ночи тоже будет идти. Поэтому мы весь день дома. Никуда ходить не будем. Единственное, конечно же, Женя поехал на работу. Ну и потом привезет наших младших домой. Ближе уже к вечеру. А мы с Лерой будем весь день дома. Я буду сегодня заниматься приготовлением еды. Мариновать буду мясо. В общем, всеми домашними делами. Так, я, кстати, вчера не сняла, какое мы все-таки постельное белье взяли. У нас такой ветер сегодня. Просто прям ветер, дождь. В общем, я хотела белый. Но Женя настояла, что ему белый надоел. Сколько можно. Постоянно белая постель. В общем, выбрал такой. Ну, я помогала ему выбирать. Потому что, ну, это нормальное такое. В принципе, нормальное и приятное. Достаточно приятное. Я, конечно, вот тот, помните, я покупала постельное белье. На Тему говорила нормально. Говно. Вот вообще. Я просто сегодня его выбросила. Стопроцентный полиэстер. Спать невозможно. Ты поте... Ой, ужасно. Неприятное к телу. В общем, никогда в жизни больше на такие сайты ни за одеждой, ни за тем более постельным бельем, которым ты спишь. Тебе должно быть приятно. Тебе должно отдыхать. Никогда в жизни больше, в общем, не пойду. Вот никогда не любила. И точно уже и не буду туда ходить за такими вещами. Еще взяла сковородку вчера. Вы знаете, не брала бы. Я уже была уверена, что я допользуюсь своей. Я не буду ничего нового. Она у меня, конечно, уже старенькая, страшненькая. У меня еще одна маленькая есть. Думаю, не буду ничего брать, так как переезд... Ну, не хочется ничего же с собой тянуть. Думаю, допользую. Но вчера была в Икеа. В общем, такая сковородка у меня здесь просто поджарка-зажарка. В общем, 10 долларов. Так обычно она стоит 30. У меня была уже такая сковородка в Кракове. Она неплохая, она достаточно долго нам служила. В общем, знаете, за 10 долларов не жалко. Поэтому взяла, думаю, ладно, уже месяц-два попользуюсь этой, так как та уже... Ну, ее просто уже выкинуть надо. Она реально уже свое отслужила. Слушайте, у нас дождь... Боже, я опять забыла повыносить все подушки. Опять у меня это все намокло. Это, конечно, хорошо, так как это уличная мебель. И там, ну, клеенка между поролоном и, скажите, тканью. Так, Коля взяли вот такую вот постель с лимончиками. Такая тоже очень приятная, хорошая на ощупь. Я говорю, надо было еще и девчонкам взять. Такую летнюю. У них у всех все комплекты такие светлые. В общем, в основном практически все белые. Иногда, иногда там где-то какие-то тоточки, то полосочки. Говорю, нужно было тоже что-то им поярче взять на летом. Может быть, я еще бы заехала. Взяла бы вот такие вот прям лимоны и всем бы взяла. Очень такое приятненькое, летненькое. Хотя нетипично для меня, чтобы я любила сильно яркие цвета. Так, у меня здесь, в общем, посудомойка домылась. Все достиралось. Сейчас займусь приготовлением жаркого мяса. Сейчас у меня еще оно немножко размораживается. быстренько сделаю. И сейчас пока порежу еще арбуз с анонсом тоже уже. Арбуз просто унитку хороший, мне кажется. О, я такой аж сразу же лопнул. Надеюсь, сладенький. Не супер. Красный, но прям пахнет. Класс. Класс. Так, все. Все дети дома. Все покормлены, все накормлены. Теперь вечер. Для нас, вы не поверите, просто начали смотреть с детьми, беременные в 16. Это вообще, конечно, знаете, это отдельное такое происшествие. Мне дети расспросили просто все, абсолютно все. Как дети рождаются, как они появляются. А кто во сколько из них родился, слушайте, со взрослыми детьми, очень полезная передачка посмотреть. Мы себе готовим креветки. Лера уже себе разморозила. Слушайте, осталось уже, боже, всего до ничего. Все буквально на день-два. В общем, Оскарюша нормальная, поесть не даст никому. Оскарюдель. А ты ему даешь вообще? Ты не даешь? Почему? Я всегда ем половинку себе, половинку ему. И так с каждой креветки. Папа ему всегда начищает по несколько штук и ложит. Смотри, смотрите, боже. И ты ему не даешь после этого? Лера, ты что? Кот же обидится и не будет приходить к тебе спать. Моя ты сладость, боже. Думать, что это за человек такой? Не делится. Думаю, сладенький. Игорь... Думаю...